МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телеканал РЕН-ТВ. Новости Анапа-регион. В студии Ирина Меркурьева и сегодня выпуски. Безопасность. Приоритет номер один в Анапе. Профессия врач. Случайный выбор или судьба? В Анапе стартовал третий этап соревнований кожаный мяч. А теперь обо всем подробнее. Обеспечение безопасности в детских здравницах стало одной из тем обсуждения на общегородской планерке. Негласные проверки полиции и администрации курорта показали, не во всех учреждениях этот вопрос в приоритете. Начали планерное совещание с кадровых вопросов. 15 июня должность начальника финансового управления покинул Евгений Царев в связи с выходом на пенсию. С сегодняшнего дня этот пост занял Игорь Белошистый, бывший начальник управления экономики и инвестиций. Начальник отдела МВД России по городу-курорту Андрей Терехин доложил о негласных проверках режима безопасности, которые сотрудники полиции провели в ряде здравниц. В течение 20 минут ими осуществлялась беспрепятственная прогулка по территориям и спальным корпусам данных учреждений. Также проводились беседы с несовершеннолетними, осуществлялось фотографирование. За это время никто из представителей охраны не обратил никакого внимания на их присутствие. На карандаш правоохранителей попали такие здравницы, как буревестник, счастливое детство, шахтерская слава. Глава Анапы не оставил без внимания эти вопиющие случаи безответственного отношения к безопасности детей. Это должно стать предметом разбирательства на межведомственной комиссии. Давайте хотя бы одно исковое заявление подготовим с обеспечительными мерами. Пусть уже давайте пугать начинать. Я не знаю способа, что еще надо директорам рассказать. Я еще раз говорю, вот сейчас вот те, кто путевки продал уже, да, исковое в суд и обеспечительные меры, то есть запрет деятельности. И сразу все. И периметр будет освещенный, видеообзор будет, и охрана будет нормальная. Заседание межведомственной комиссии по организации летней оздоровительной кампании пройдет 18 июня. Городской совет ветеранов в рамках отчетно-выборной конференции подвел итоги работы за пятилетний период. Наши ветераны – истинная гвардия. Они ратуют за страну и родную Анапу. Активно участвуют в патриотическом и нравственном воспитании молодежи. Постоянные участники общегородских мероприятий. Ассо-ветеранская организация активно участвует во всех общегородских мероприятиях, которые проводятся. И надо сказать, что по предложению главы много, особенно в этом году, было сделано по уделению внимания воспитанию подрастающего поколения, в том числе и заботе о ветеранах Великой Отечественной войны и просто пенсионерах. На отчетно-выборной конференции подвели итоги работы с 2010 по 2015 годы. Годовщин Великой Победы при содействии общественной организации адресную помощь получили главные герои праздника ветераны. Были приведены в порядок все памятные знаки, мемориалы и братские могилы. Глава курорта Сергей Сергеев отметил, как важна сегодня эта связь поколений. Активное участие ветеранской организации в жизни города. Задача власти – создать условия для эффективной работы умудренных опытом общественников. Мы должны, мое убеждение, работа должна строиться с каждым отдельно взятым человеком. Идет он навстречу, есть у него проблемы. Задал вопросы власти, то ли ветеранской организации, то ли главе. А может быть, у него есть вопросы и главе региона. Вот надо их решать. И если мы будем решать эти вопросы и слышать людей, то мне кажется, что мы обречены просто на успех. Тогда люди будут поддерживать то, что мы делаем. Работу Анапского совета ветеранов оценили удовлетворительно. Заместитель председателя Краевого совета ветеранов Владимир Фольков признал Анапский совет лучшим в крае. Этих людей не сломить, они закалены, они воспитаны в минимализме и возможности отдачи. Работая от светла до темнадцати, от шести утра до двенадцати ночи. Вы – город воинской славы. Это накладывает колоссальный отмечаток на всю деятельность, как администрации и самих жителей Анапы. Один из вопросов повестки конференции – выборы председателя совета на следующие пять лет. Участники конференции единогласно проголосовали за кандидатуру Анатолия Гапонова. По итогам работы актив Анапского совета ветеранов наградили почетными грамотами за успешное развитие ветеранского движения. Ежедневно в рейдовые мероприятия выходят мобильные группы. В их составе сотрудники муниципального контроля, других структурных подразделений администрации и полиции. Глава Анапы Сергей Сергеев потребовал по каждому составленному протоколу принимать реальные меры к нарушителям. На пересечении улиц Гребенской и набережной демонтированы незаконные блокираторы. Решение об этом комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения приняла после жалобы Анапчанки в администрацию на ограничение проезда и свободного прохода по улице. Для законной установки ограничителей необходимо обратиться в Управление архитектуры и градостроительства. Затем пакет документов рассмотрят на комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Только после получения официального разрешения можно установить блокираторы в едином стиле, отмеченном в проекте благоустройства. Блокираторы срезаны на улице Гребенской от набережной до улицы Чехова. Эта работа продолжится. Жителям Анапы и сельских округов необходимо самим убрать незаконные блокираторы, не дожидаясь решения комиссии. Десятки санаториев сегодня принимают гостей из разных уголков страны, подтверждая звание курорта наличием современных высококлассных технологий. Но главное это все-таки специалисты. Их профессионализм и доброжелательность создают атмосферу, в которой хочется полноценно отдыхать и возвращаться в Анапу вновь и вновь. В канун Дня медицинского работника мы продолжаем рассказ о лучших из лучших. В конкурсе «Гостеприимство года» Ирину Васильевну Лобастрову назвали лучшим доктором курорта. Согласитесь, очень важно, кто и как вас встречает, когда вы приезжаете в новое место, особенно на отдых и лечение. Приветливая улыбка, искрящаяся благожелательностью глаза Ирины Васильевны Лобастровой сразу налаживает дружелюбный контакт. И такому врачу, безусловно, хочется доверить свое здоровье и поделиться проблемами, связанными с ним. Она и сама из приезжих, из тех питерских врачей, что профессию выбрала раз и навсегда, как судьбу. Переезд в Анапу – счастливый случай в этой судьбе. Вот судьба, да. Приехали с семьей, но не сразу. Я сначала приехала с дочкой, так как у нее начиналась бронхиальная астма. И мы решили здесь немножко отдохнуть, полечиться. А потом нам здесь так понравилось, после, так сказать, климата питерского, что мы решили здесь немножко задержаться. И вот задержались уже, видите, практически на шесть лет. Я очень люблю Питер свой, обожаю. Но здесь очень мне тоже нравится. Настолько, что прямо вот даже, знаете, иногда ловлю себя на мысли, что я и не соскучилась даже по своему любимому Питеру. Заведующая медицинским центром в пансионате «Бригантина» с огромным удовольствием показывает свои владения. Условия для работы здесь прекрасные. Современное оборудование, передовые технологии. Но без живого участия, медицинского работника, все это просто наука. Людей Ирина Васильевна ценит и ставит во главу угла их труд и профессиональные навыки. Мне вообще по жизни очень везет. Люди попадаются, знаете, вот просто великолепные. Ну, а что говорить про наш санаторий? Ну, просто, как говорится, слов нет. Это сказка. Сказка. После нашего туманного Альбиона здесь вообще кажется сказкой. Рай. Рай, да. Ну, мало того, что здесь прекрасный климат, прекрасный, так сказать, прекрасный город, да. Здесь прекрасно, еще мне повезло самим санаторием. Санаторий хороший всем, да. Руководство изумительное. Люди честные, порядочные. С ними работать просто, знаете, в радость. В радость. Других даже и мыслей нет, куда-то там уехать, уйти. И вот я, вообще моя жизнь, это вот медицина, работа врачом. А вот здесь работать, так вдвойне приятно, может, втройне, я бы так сказала. А человека, которому работа в радость, всегда можно отличить от других. Он сияет. И, как сказал коллега, порхает. Ну, я не знаю, мне кажется, она как бабочка. Туда, сюда, за всех, везде, кругом, чего-то так вот так все. Все у нее под контролем. На экскурсии по отделению мы еще раз убеждаемся. Звание «Лучший доктор курорта» Ирина Васильевна несет достойно. Добродушная, отзывчивая. Ну, вообще. А как руководитель? И как руководитель тоже очень такая. Строгательная? Да, в меру строгая, конечно. Положительная, очень внимательная, чувствительная, знающая. С ней можно работать. Специализация у Ирины Васильевны редкая. Она герудотерапевт. Сегодня это направление выздоровления очень популярное среди отдыхающих. Поэтому так важно, чтобы доверие между пациентом и доктором в этой ситуации было полным. Ирина Васильевна обеспечивает это чувство с легкостью. Сегодня на стадионе «Спартак» стартовал очередной этап соревнований «Кожаный мяч» среди юношей 14-15 лет. В межрегиональном финальном этапе приняли участие футбольные команды из 13 субъектов Южного и Северокавказского федеральных округов. Честь нашего края представлял футбольный клуб из Краснодара. У нас команда представленная, которая в своей возрастной группе лидирует в чемпионате Краснодарского края. Поэтому она по спортивным принципам отобрана на эти соревнования. Я думаю, что будет достойно выступить. По крайней мере, мы надеемся, что она будет играть за первое место. Наша команда разминается, а после капитан команды делится с нами. Футбол для него – главный вид спорта. Футбол – это жизнь. Ошибаться тут нельзя. Надо очень быстро мыслить. Если ты ошибишься, контратака – гол. Соревнования продлятся в течение всей недели. По окончанию выберут две лучшие команды, которые получат путевки на чемпионат России. Завершит выпуск прогноз погоды. Партнер прогноза погоды – салон магазина изделий из камней самоцветов «Тайны Медной горы». В среду 17 июня в Анапе малооблачно возможен дождь с грозой. Температура воздуха днем – плюс 21-22 градуса, ночью – 18-20 градусов тепла. Ветер юго-западный – 3 метра в секунду. Атмосферное давление – 752 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды – плюс 22 градуса. Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин «Тайны Медной горы» приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон-магазин «Тайны Медной горы» подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова